здравствуйте дамы и господа сегодня мы будем обозревать такой вот кофе кофе с кипра у меня есть два таких пакета отличаются они насколько я понимаю сортом кофе написано что в золотом арабика арабика и в серебристом тоже арабика как будто бы сайпрус кофе только здесь написано rio santos blend а здесь написано моккарио сегодня я хочу попробовать вот этот серебристый у меня есть такое подозрение что он должен быть похуже чем золотистый вот арабику и обожаю арабика мой любимый кофе сейчас покажу кофе которая принципе уже больше года это прям вообще огонь columbian рост от коста честно говоря не хотелось открывать эти пакеты пока не добил тот потому что они будут стоять получается два пакета открытых а если что-то открою будет еще 3 открытых стоять но не могу очень хочется попробовать невероятно хочется попробовать поэтому будет сегодня обзор распаковка и приготовление они вообще каким-то пластиком воняет господи но я вам скажу что по запаху вот этому кофе я ставлю на 9 из 10 костя у нас здесь пахнет кисло очень кисло очень сильная кислинка есть я нашел в анете отзыв на вот этот кофе от какой-то чувихи который на кучу разных кофе делать отзывы вот он не там очень плохой короче отзыв она пишет что он писал блин мне кажется что тоже быть кислый в итоге короче если оба будут кислые то я не буду использовать как средство против муравьев потому что муравьи вроде как боятся запаха кофе но надеюсь надеюсь что он будет не таким говном как парню пишут сейчас нальем литр ой какой литр 600 миллилитров воды тут даже 700 плита с ума сошла давай кипятим на максимум на максимум звук на максимум как он выглядит как он выглядит ну кофе кофе выглядит как какао блин ну запашок конечно неприятный если сравнивать косты конечно если я не знаю как пахнет коста может быть не показал что той классный запах не ну короче кислинки отдают прям сильно похоже на кипрический кофе нормально не вырастает и я не знаю есть ли какой-то другой кипрский кофе который можно попробовать если знаете напишите в комментариях потому что я нашел два вот этих были какие-то еще другие пакеты но я даже не читал сами вообще кипрский не кипрский кипрский оффшор в общем сейчас все это закипит само забурлит а пока а пока я вам предоставляю возможность послушать понимаешь асмр асмр вот эту косту я каждый день варю в этой кастрюле вот один или два раза в последние полгода года или год уже по два раза стал варить то есть по факту я где-то полтора литра выпиваю ну это 4 чайные ложки кофе асмр 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 размером с микро чашку в эту турку налить эту микро чашку воды высыпать чайную ложку кофе добавить много сахара и варить сахаром не дожидаясь кипения как только она подходит и начинает кипеть все готово и что типа сахар перебьет эту кислоту а зачем себя вообще мучить и не купить косту например на любой другой колумбийскую арабику нормальную асмр 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 запашок как в детском садике но в детском садике зачем-то тоже кольфы варили с молоком забавно, что детям давали кофе поединенный детский напиток еще продавали сигары можно было место детского садика устроить мужской клуб британский гританский нагрев Продолжение следует... 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 В принципе, у меня есть чайная кружка, я могу на сквольной среде. Пусть остывает пока. В целом, я его могу и утром пить, такой вообще норм. Кто знает, мы шнем кофеина больше, чем в кости. В кости кофеина практически нету, я прям за это его обожаю. Мне нравится кофе без кофеина, за это и люблю собственно арабику, потому что в ней мало кофеина. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, у него нет кислинки, нормальный вообще, абсолютно нормальный. В запахе кислинка есть, в запахе сухого кофе, во вкусе нормальный. Он, конечно, да, отступает и в аромате, и в вкусе, уступает кости, но он вообще неплохой, можно сказать, вполне можно. Ну, 5 из 10 точно минимум можно поставить. А может и 6, а может и 7, я не знаю. Не знаю, за что ему 7 ставить. За то, что он просто безвкусный. Или, может, это заслуга косты, что он слишком вкусный. Но в то же время, да, он реально мог быть кислым. Но он не кислый. Интересно, а что здесь? Может быть здесь кислый? Вот в этом. Ну, этот я уже открою, я не знаю, наверное, через месяц, когда косты закончатся точно. И когда будет вот этот серебристый к концу подходить. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, какие вы еще знаете сорта кипрского кофе или греческого. Я не знаю, есть ли в Греции вообще кофе или нет. Желательно арабику, да. Всю арабику, которую в Средиземноморе знаете, пишите. Peace!